Вопрос ещё один. Сайта, почему тогда гипнозом не от всего лечат, раз он такой полезный? Ещё раз повторюсь, есть заболевание, скажем, остеохондроз. Распространённые заболевания, кстати, очень часто являющиеся причиной возникновения неврозов. Но я не могу повлиять при помощи гипнотерапии на проблему смещения позвоночных дисков. Это же очевидно. То же самое, если у человека возник серьёзный дефект кровообращения мозга. К сожалению, повлиять при той ситуации, когда человек прошёл точку невозврата, невозможно. Если эти нарушения имеют психогенный характер, тогда мы можем и восстановить в том числе кровообращение мозга. Если психогенная составляющая является основой тех или иных, скажем, психосоматических заболеваний, нейродермита, в принципе, язва желудочная и кишечная тоже признана психосоматическими заболеваниями, то здесь, конечно, можно использовать гипнотерапию. Но, как и любой другой метод, это не панацея. Это то, что нужно использовать по делу и использовать именно при тех, так сказать, заболеваниях, которые действительно могут быть купированы при помощи гипнотерапии. Игорь Владимирович, вы знаете, наш корреспондент выходил на улицы города, и мы спрашивали у наших горожан, задавали им вопрос такой. Какие болезни можно вылечить при помощи гипноза? Давайте посмотрим, и вы потом обязательно прокомментируйте. Понятия не имею. Психические расстройства, как правило. Может, ещё что-то? Я думаю, может, какие-то пагубные привычки, в том числе курение, я, наверное, думаю, нужно. Можно вылечить гипнозом. Клиптоманию, наверное. Я не верю в гипноз. Так что я не думаю, что какие-то можно вылечить. Алкоголь, больше не знаю болезни. Ну, начиная с психологических, заканчивая физическими, потому что всё, по-моему, в нашей жизни можно вылечить с точки зрения психологии. А гипноз – это глубокое воздействие на подсознание и на психологию. Все неврологические болезни можно вылечить с помощью гипноза. Может, бессонница? Не знаю. Головные боли, наверное, больше ничего не знаю. Ну, наверное, какие-нибудь нервные расстройства. Скорее всего, зависимости. Курение, алкоголь. Ух ты! Я никогда этим особо на это внимание не обращала и не знаю. В прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн». И сегодня мы говорим об уникальном и, как оказалось, очень широко применяемом методе погружения гипноза. Наш сегодняшний гость – Белоусов Игорь Владимирович, клинический психолог, как раз об этом всё знает. Прокомментируйте, пожалуйста, у вас есть какое-то… Согласны ли вы с мнением горожан или нет? Ну, конечно. Что касается пациентов с психиатрическим статусом, с моей точки зрения, это моё глубокое убеждение, гипнотерапия им не показана. Хотя такие эксперименты в условиях психоневрологических диспансеров проводятся, так сказать, и многие психиатры, ничтоже сумняшись, так сказать, применяют гипноз или то, что они подразумевают под этим словом, именно уже внутри клиник. Дело, видите ли, в чём? В ряде случаев, если мы говорим о шизофрении, предположим, либо маникально-депрессивном психозе, функции саморегуляции настолько, так сказать, претерпели изменения, и дефект настолько глубок, что, к сожалению, гипнотерапия в данном случае уже бессильна. А если дефект связан в том числе и с какими-то взаимоотношениями врач-пациент, то применение гипноза попросту недопустимо. Это вот что касается пациентов психоневрологических диспансеров. Что касается нарушений сна, инсомнии и, так сказать, любых других вариантов нарушений сна, конечно, гипноз – это первое, к чему нужно человеку прибегать. Это первое, что он должен сделать – пройти курс гипнотерапии. Естественно, он может параллельно, либо предварительно исключить органическую составляющую, то есть пройти МРТ, пройти какие-то, так сказать, определённые анализы. Но если речь идёт о психогенных факторах в основе, скажем, головных болей и напряжения, вообще большинство цифалгий на самом деле являются проблемами дисфункции центральной нервной системы. И здесь, конечно, человеку можно помочь, и можно помочь быстро, особенно если развивается, скажем, мигрень. Если ничего с этим не делать, заболевание может превратиться в очень тяжёлое расстройство здоровья. Не многие представляют, что это такое. И какими-то обезболивающими, какими-то, так сказать, медикаментозными средствами в данном случае проблема не решается. Вы знаете, у нас очень много вопросов на сайте. Если можно, чуть-чуть более кратко. Да, конечно. Вопрос от Николая. А детей гипнозом можно лечить? У них же тоже неврозов много. Очень хороший вопрос. Это действительно проблема очень серьёзная. Дети – это те же взрослые, только у них меньше прав, скажем так. И, к сожалению, большинство взрослых не могут оценить правильно ситуацию. И в ряде случаев детские неврозы могут быть усугублены неправильным отношением родителей и, в том числе, попытками обратиться к специалистам, ну, скажем, не относящимся к профилю детского невроза. Это, скажем, ни для кого не секрет, что бывает так, что ребёнок становится замкнутым. Ну, в классе обижают, там ещё что-то происходит. Он может замкнуться, и возникает компенсаторный механизм, как и у взрослых. Он может начать переедать. И появляется излишний вес. В ряде случаев обращение к эндокринологу приводит к тому, что назначаются гормоны. Понимаете? А ведь нужно заниматься детским неврозом. Это очень серьёзная проблема. Конечно, гипнотерапия может применена быть в том числе и к подросткам, и к детям, в силу того, что физиологические основания этого метода таковы, что он не имеет противопоказаний. То есть возраст не противопоказаний? Ну, единственное, что ребёнок должен, в общем-то, понимать, что где он находится, что какие-то, так сказать, будут проводиться мероприятия. Вот только в этом смысле. Ну, как правило, такой возрастной ценз, ну, с моей точки зрения, это вот 5-6 лет. Вопрос от Анфисы. А что вы делаете, когда погружаете человека в сон? Разговариваете с ним? О чём? Мне очень интересно. Прежде всего, нужно индуцировать вот это самое полезное состояние под названием гипноз, а в дальнейшем его удерживать, чтобы человек не свалился, с одной стороны, в физиологический сон, а с другой стороны, не выжил опять в состояние бодрствования. В этом сложность, и в этом, собственно говоря, краеугольный камень гипнотерапии. Что касается моих действий, поверьте, ничего сверхоригинального, так сказать, я не делаю. Я просто наблюдаю за мелкой моторикой, за, так сказать, физиологическими реакциями человека, погружённого в это состояние, с целью полного контроля тех фаз, которые он проходит в состоянии гипноза. А человек что-то может ответить? Ну, вы понимаете, если в этом какая-то надобность есть, всё-таки я занимаюсь прежде всего функциональными расстройствами, расстройствами нервной системы, зависимым поведением и так далее. И парадигма, так сказать, в данном случае гипнотерапии, она и не предполагает, знаете, такой вопрос-ответ. Понятно. Вопрос следующий. Кашпировский реально, так, извините, переключился, ещё новый вопрос пришёл, реально на кого-то умудрялся воздействовать? Знаю даже реальные случаи. Возможно ли это вот через телеэкран? Я очень с большим уважением отношусь к психотерапевту Кашпировскому. Другой вопрос, что он никакого отношения к гипнозу не имеет. И парадокс заключается в том, что большинство людей, которые так или иначе пишут о гипнозе, пытаются об этом рассуждать, они почему-то Кашпировского причисляют именно к гипнологам или к гипнотизёрам. Ну, тут зависит уже от образования человека. Хотя сам Кашпировский всегда говорил, ну, чего вы меня называете гипнологом или гипнотизёром? Я никакого отношения к гипнозу не имею. А тот, кто меня называет гипнотизёром, ничего не смыслит ни в гипнозе, ни в том, что я делаю. Это заявление самого Кашпировского, и он здесь, конечно, прав. И в данном случае его методика не имеет отношения к гипнозу. Это сугестивный метод, метод, использующий большое количество людей и взаимную индукцию, и физиологические основы там иные, и, соответственно, продуктивность другая. Более того, он всегда ставил перед собой задачу именно повлиять на органику. И до сих пор эти задачи он ставит. И что касается критики в адрес гипнологов и гипнотерапии, она у него довольно жёсткая. И в данном случае я могу сказать так, что связано это с его непониманием основ гипноза и общей проблемой психотерапевтов, не имеющих гуманитарного или образования в сфере общественных наук. Между прочим, хартия европейских психотерапевтов считает это основанием образования психотерапевта. То есть человек, который не имеет серьёзного фундаментального образования в области общественных либо гуманитарных наук, собственно, не может быть психотерапевтом. И это очень серьёзный вопрос. И именно здесь не хватило знаний Анатолию Кашпировскому, чтобы понять, в чём смысл гипноза. Его основной вопрос к гипнологам звучал так. Зачем применять гипноз, если человек и так входит в состояние гипноза, каждый день засыпая? То есть он проходит эту фазу гипнотическую, как пороговую между бодрствованием и сном. Зачем вроде бы городить огород, если человек и так это всё имеет в наличии, в базе, то, что называется. Если бы он имел, скажем, образование гуманитарное, фундаментальное, он бы знал, что есть такие законы диалектики. И один из них гласит о том, что очень часто количество переходит в качество. Так вот, когда мы проводим сеанс гипноза, мы переводим количественные характеристики в качество, потому что тот эффект от порогового состояния, который человек получает в течение года, просто засыпая, мы можем получить в течение одного сеанса. Именно в этом основной лечебный, так сказать, фактор. Буквально несколько вопросов. Если не понравился результат сеанса, можно всё вернуть, как было? А как было? Понимаете, ведь мы не ставим целью изменения морфологических характеристик человека. Ведь речь-то идёт о чём? О том, чтобы получить ремиссию, то есть восстановление функций центральной нервной системы. Грубо говоря, гипноз используется тогда, когда он необходим человеку. Вот если человек долго не спал, вот он не выспался, что ему нужно? Разговоры? Нет. Таблетки? Нет. Ему нужно выспаться. То же самое и с гипнозом. Если у человека избыточное возбуждение нервной системы, ему нужно гипнотическое состояние, как естественное средство гашения вот этого возбуждения. И как только мы этот механизм используем, запускается процесс уже генетически смоделированный регенерации нервных клеток. Многие даже не понимают, что этот процесс возможен, и до сих пор некоторые убеждены, что нервные клетки не восстанавливаются. Если бы это было так, всякая психотерапия не имела никакого смысла. Большое спасибо, Игорь Владимирович, что Вы нашли время, ответили на все вопросы. Я надеюсь, что Вы завтра зайдете к нам на сайт, прочитаете огромное количество вопросов, которые Вам пришло, и поймете, еще раз убедитесь в том, насколько важен тот, наверное, метод, которым Вы занимаетесь, и, видимо, те проблемы, которые с помощью гипноза можно решить. Надеюсь, что Вы к нам еще когда-нибудь придете. Оставайтесь с нами на связи, и обязательно увидимся в следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok